В императорском зале главного здания Казанского федерального университета прошла торжественная церемония открытия второго молодежного научного конгресса стран организации исламского сотрудничества. Форум приглашает 100 молодых исследователей из России и стран ОИС к научному диалогу, направленному на технологическое и инновационное развитие всех стран-участниц. Почетные гости мероприятия выступили с приветственными речами, отметив особое значение интеграции научных сообществ разных стран. Открыло мероприятие заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, которая напомнила, что развитие отношений с исламскими странами является одним из государственных приоритетов. Следом на трибуну вышел заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский, а после встречу выступил помощник Раиса Республики Татарстан Тимур Сулейманов. От лица университета с напутственными словами к участникам Конгресса вышли проректор по внешним связям Тимирхан Алишев и первый проректор, проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. Мы очень рады сегодня приветствовать молодежь из стран Организации исламского сотрудничества, которая на четыре дня присоединилась к нам, чтобы поучаствовать в этом форуме. Республика Татарстан поддерживает и развивает проекты по сотрудничеству талантливой молодежи Российской Федерации и стран ООИС в различных областях культурно-гуманитарного образования и науке сотрудничества. И в этом зале сегодня собрались лучшие из лучших. Это 25 стран и 150 участников. Добро пожаловать. Пусть эти четыре дня в Казани будут интересны, они будут наполнены интересными дискуссиями. От лица стран-участниц Конгресса выступили генеральный директор Кабинета министров молодежного форума Организации исламского сотрудничества Юнус Санмес и советник по науке и технологиям Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры Шариф Мухаммад. Он выразил благодарность организаторам Конгресса, отметил особую важность объединения молодых ученых из стран с превалирующим исламским населением в рамках форума, так как это позволит расширить границы науки, открыть новейшим открытием выход на мировой уровень. Наша цель на Конгрессе — представить своих коллег и показать, что они делают для развития деловых отношений в странах организаций исламского сотрудничества, а также поделиться опытом между странами и достичь взаимопонимания между государствами ОИС, понять, в чем же нуждается научное сообщество. После церемонии открытия в зале началось пленарное заседание на тему благополучия и общества в контексте новых глобальных вызовов. Эксперты из-за рубежа обсудили насущные проблемы и возможности их решения в условиях многополярного мира. В рамках Конгресса работают пять секций, которые в день торжественного открытия были нацелены на знакомство участников с институтами Казанского федерального университета. Среди них — Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт психологии и образования, Институт международных отношений, Институт дизайна и пространственных искусств, Институт геологии и нефтегазовых технологий. В каждом из них гостям провели экскурсию и рассказали об основных особенностях обучения. В завершении основной части прошли лекции в формате круглого стола от молодых ученых мусульманских государств. Вместе с тем это станет начальной точкой в работе интеграционной миссии конференции. В этом году было более тысячи заявок от молодых ученых из стран ОИС. И было отобрано 100 участников, которые представили самые лучшие доклады. Они были оценены экспертом Казанского федерального университета. Это были профессора, доценты нашего Казанского федерального университета. Отбирали заявки, выбрали самые лучшие. И вот к нам приехали 100 участников из 25 стран ОИС, которые будут работать в университете эти два дня. Генеральными партнерами второго молодежного научного конгресса стран Организации исламского сотрудничества стали правительство Республики Татарстан, Федеральное агентство по делам молодежи, региональное движение детей и молодежи, движение первых. Конференция продлится до 29 ноября. Эксперты и участники из 25 стран обсудят актуальные вопросы и проблемы сложной геополитической мировой повестки и задействуют все свои силы для объединения научного мира. Валерия Карташова, Николай Суховский, Александр Кузнецов, Тимур Ахметов. Универновости.